Заплатил налоги, но спокойнее спать не стал. Ага. Ясно. Сибнефтегрупп тебе надо. А они помогут? Помогут. И с налоговой, и с отчетностью. Ну ты позвони им, сам все узнаешь. Сибнефтегрупп. Консультации, ведение компаний, юридическая помощь в миграции компании, в том числе альтернативная ликвидация. Сибнефтегрупп. Здравствуйте. Это программа новости Сургут-24. Вас приветствует Виктория Анисимова. В начале выпуска коротко о главных его темах. Котельные готовы на 100%. Температура воздуха обязывает открыть задвижки. Названа дата, когда в Сургуте тепло поступит в жилые дома. В Сургуте прошла общественная приемка благоустройства в парке за Саймой. А наша съемочная группа выяснила, когда в городе построят новую набережную. И завершается открытый чемпионат Сургута по футболу. Впереди суперфинал, победитель которого получит шанс представить город на всероссийских любительских соревнованиях. Тепло в каждый дом. 12 сентября ГТС подадут тепло в сургутские многоквартирники. 24 городские котельные предприятия готовы на 100%. Чтобы исключить функциональные отказы на магистральных теплосетях, в грядущем сезоне трубопроводы проверили и там, где нужно, отремонтировали. Выполненные работы уже проверил Ростехнадзор. В четверг готовность объектов оценил глава муниципалитета Андрей Филатов. Он побывал на одной из котельных городских тепловых сетей. Мы сегодня дождались той температуры, которая у нас 8 градусов в течение 5 дней. И с понедельника мы подаем, согласно графику, управляющим компаниям, пригласить для обогрева жилых домов. На какой период у нас рассчитано поступательное движение по заполнению системы? Порядка 7 дней. 7 дней весь город, да? Да. Управляющая компания тоже уже готова? Управляющая компания сегодня готовность нам предоставляет. Как часть перспективной застройки. В администрации Сургута рассказали о том, какой будет новая набережная протоки Кривуля. Она расположится за торгово-развлекательным центром Сургут-Ситимол и Ледовым дворцом спорта. И обойдется в 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Возведут объект в рамках развития территории научно-технологического центра. Финансируют стройку инфраструктурный бюджетный кредит. Его взяли в правительстве регионово-федерального центра. Аукцион объявлен, заявки принимают до 12 сентября. Реализация должна начаться уже в середине следующего месяца. На строительство отведено 2 года. Нормальный срок для такого объема. То есть 2 года выполнения работ. Надеемся, что придут туда не случайные, а серьезные компании с хорошим опытом, главное с хорошей базой, которые не должны допустить, на наш взгляд, каких-то срыва сроков. Перечень работ внушителен. Самые затратные устройства берегоукрепления. Его выполнят таким образом, чтобы весной, когда обь поднимается, вода не топила набережную и не размывала ее основание. По словам Алексея Усова, вопрос изучали инженеры, гидрологи и проектировщики. Предложенные решения прошли государственную экспертизу. В вопросе благоустройства набережной указанный аспект важен, поскольку именно гидрологический режим АБИП определяет уровни воды в других озерах, карьерах и реках, расположенных в черте города, в их числе и протока Кривуля. Сооружения спроектированы так, что верхние отметки находятся на уровне, исключающем подтопление территории. А значит, что в Сургуте на одну комфортную, благоустроенную локацию с выходом к реке через 2 года станет больше. Естественно, что это будет место для отдыха горожан. То есть будет выполнено соответствующее благоустройство с обустройством каких-то зон отдыха, видовых площадок, с тем, чтобы горожане могли туда приехать. У нас немного мест в городе, где мы можем выйти к реке. Вот это появится еще одно место, наряду с традиционными речвокзалами и так далее. Здесь мы в центре города уже получим очень серьезное, достаточно протяженное общественное пространство. Сургутяне вместе с тем с нетерпением ждут открытия новых локаций в парке Засаймой. Минувшим летом здесь обустроили набережную, оборудовали спортивные площадки, проложили дорожно-тропиночную сеть. На каждом завершенном этапе качество проделанной работы оценивали чиновники, депутаты и общественники. Накануне представительная комиссия прогулялась по дорожкам вдоль реки. Протяженность благоустроенного пешего маршрута более 2,5 километров. Оксана Ярославцева продолжит. На первом отрезке променада вдоль Саймы общей протяженностью 2630 метров уложена современная долговечная тротуарная плитка. Общая стоимость этого объекта 17 миллионов рублей. Дорожно-тропиночную сеть в экопарке планируется продлевать и развивать. От общественников уже поступают пожелания обустроить здесь лыжную трассу и велодорожки. Велодорожки предусмотрены в комплексе экопарка за Саймой. Они будут реализовываться в 2023-2024 годах. Велодорожки будут отдельным направлением, которое будет проходить по существующим дорожкам. Еще самого проекта утвержденного велодорожек пока нам не предоставили. Будем рассматривать. Все новые объекты в парке за Саймой и на набережной соответствуют стандартам организации доступной среды. Даже малые архитектурные формы, скамейки адаптированы для отдыха как обычных граждан, так и людей маломобильных с ограниченными физическими возможностями. Дорожно-тропиночная сеть также обустроена с учетом всех требований. Здесь специально предусмотрен стык, бесшовный стык, так, чтобы можно было с тротуарки спокойно спуститься на брусчатку. Спуск к воде предусмотрен с той стороны части набережной. С той стороны части набережной человек сможет доехать. Да, спокойно спуститься на коляске и будет возле водички. В этом году уже пятый раз мы встречаемся, обсуждаем, смотрим. Нарекания были небольшие, их исправили. Здесь люди будут отдыхать с детьми. Хорошее место. Я смотрю на эту Сайму уже 50 лет, поэтому поменялось многое. За 50 лет вот только-только начало что-то тут продвигаться. И мы рады. Ко мне вчера обращались шахматисты, они хотят выйти на инициативное бюджетирование, сделать здесь, где-то на территории Саймы, шахматный павильон. А что, неплохо было? Да, чтобы был под навесом, чтобы по поводу, как там хранить инвентарь, еще есть вопросы, чтобы люди круглогодичные, ну, кроме зимы, да, естественно, могли бы посидеть, поиграть в шахматы. Шахматы, нарды, домино. Да, во многих, потому что в городах такое есть. В этом году в парке за Саймой завершена реализация проекта обустройства набережной. Появились спортивные площадки, подведены и готовы к работе все коммуникации. Освещение, видеонаблюдение. Спасибо горожанам за небезразличие в этой части. Парк у нас очень большой, но не значит, что его надо нашпиговать там всем. Все-таки у нас экопарк, у нас основа здесь природная составляющая. Вот, а все элементы рукотворные, они только дополняют эту экологическую среду. Поэтому фантазии могут быть разные, но если это будет очень уместно, камерно, не потребует никакого сноса зеленых насаждений. В первую очередь надо сохранить там здесь природу. Вот, ну, конечно, будем рассматривать все идеи. Уже в октябре неказистые заборы, скрывающие финальные благоустроительные и строительные работы, уберут. И эта часть парка будет открыта для полноценного отдыха горожан. Оксана Ярославцева, Николай Сапожников, Сургут-24. Внезапный ремонт дороги на улице Западной в Сургуте спровоцировал многокилометровые пробки. С трудностями столкнулись как работники предприятий, расположенных по другую сторону от железнодорожных путей городской ЖД-станции, так и дачники, живущие в районе кооперативов Сосновый Бор, Летние Юрты, Виктория и других. Вечером в среду на единственной магистрали, соединяющей указанной территории и город, появилась спецтехника. Рядом с одним из железнодорожных переездов начали снимать асфальт. Делают это, вероятно, в рамках обустройства расположенного там пешеходного перехода. Работу ведет строительная компания Ювис. Завершатся они 12 сентября. До этого времени горожанам придется смириться с неудобствами. Наличные больше не понадобятся. СПОПАД переводят автобусы на новую систему оплаты проезда. В некоторых автобусах установили терминалы для расчета по банковским картам. Для того, чтобы заплатить, пассажиру достаточно один раз приложить пластик к экрану и получить билет. Изменения внедрили пока на 7 маршрутах под номерами 1, 3, 5, 7, 10, 23 и 24. Их обслуживают около 26 машин компании. В них не будут работать кондукторы, но сохранится контроль за оплатой проезда. Специалисты будут ходить по автобусам со своим терминалом и сверять данные с устройством водителя по количеству оплат. Далее будет проводиться проверка банковских карт пассажиров. Им будет достаточно приложить ее к терминалу контролера. Если проезд не оплачен, придется заплатить штраф в размере 10-ти кратной стоимости проезда. Почти 9% налогоплательщиков не заполнили декларации на доходы, полученные в 2021-м. 800 сургутян по разным причинам не сдали до 4 мая в Федеральную службу данные для декларационной кампании 2022. 15 октября инспекция завершит камеральные проверки. По их результатам ФНС самостоятельно начислит суммы для уплаты налога. Например, при дарении недмиживости доход исчислят из кадастровой стоимости имущества. При этом фактические расходы, которые понес человек по приобретении уже проданного имущества, не учтутся. Чтобы платеж был объективным, физлицо имеет право указать данные в декларации. Специалисты напоминают, что документы оперативно можно оформить через личный кабинет на сайте инспекции. Вместе с этим в инспекции отмечают, что тенденция хорошая. Годом ранее не заполнили декларации примерно 40% от числа всех обязанных это сделать налогоплательщиков. Вместе с этим физические лица имеют право до конца декабря вернуть подоходный налог по имущественному, инвестиционному и социальному вычетам. Чтобы государство начислило удержанные в течение прошлого года 13%, необходимо оформить декларации. Это также легко сделать через личный кабинет. Достаточно прикрепить фотографии чеков и договоров на оказанные услуги. Напомню, компенсация теперь станет доступной и любителям спорта. С 1 января 2023 по итогам текущего года получить возврат можно как на себя, так и на несовершеннолетних детей. То есть если вам оказали медицинские услуги, образовательные услуги или фитнес в 2022 году, вы имеете право на протяжении всего 2023 года предоставить декларацию и получить этот вычет годом позже. И вы можете каждый год пользоваться таким правом. Имущественный вычет предоставляется налогоплательщику один раз в жизни на объект недвижимого имущества сумма вычета 2 миллиона. Долгожданная радость. Шесть ключей от новых квартир вручили жителям Белого Яра. Половина из них – это дети, оставшиеся без попечения родителей. Остальные – те, кто проживал в аварийных домах. О том, сколько еще непригодных строений осталось в городском поселении и о планах администрации по предоставлению новых квадратных метров, расскажет Валерия Кудрявцева. В Белом Яру Светлана Терзи живет 27 лет. В небольшой квартире в аварийном доме вместе с женщиной ютились две дочки и внуки. Долгое время заветным желанием мальчиков была собственная просторная комната. Мечта сбылась в начале сентября. Дом садился, пол уходил, трещины были, плесени были. Как-то мы старались своими силами покрасить, но все равно эта плесень выходила наружу. Даже дочки говорят, мам, не смей плакать. Я, конечно, сдержу эти слезы, но я очень рада. Я благодарю и администрации поселка, и Сургутского района. Я очень рада. Мы плакали, все обнялись и плакали. Неужели мы это получим, квартиру? Вместе со Светланой ключи от новых квартир получили еще две семьи и трое детей-сирот. В новом доме на улице Анны Кугаевской-2 в микрорайоне Гидронамы в Белом Яру администрация Сургутского района приобрела 77 квартир для переселения людей из аварийного жилья. Еще 19 выкупил округ для предоставления помещений тем, кто остался без попечения родителей. Всего на Беломиру 114 домов, признанных аварийными, и 10 домов, непригодными для проживания. Поэтому это очень значимое событие. Я надеюсь, что, не надеюсь, даже уверен в том, что в дальнейшем у нас продолжится переселение граждан из аварийного жилья. И аварийное жилье, так же, как и наши знаменитые балки, канут в лету. Однако до того момента, когда аварийное жилье канет в лету, еще далеко. В марте прошлого года глава Сургутского района Андрей Трубецкой рассказывал, что для полного решения проблемы необходимо еще около 31 миллиарда рублей. Поэтому возведение новых квадратных метров, в том числе для выкупа под нужды переселения, продолжается. Планы в финансы упираются. 240 миллионов из бюджета округа и 300 миллионов из бюджета района. Вот пока все, что имеем на сегодняшний день. Пишем письма, обращаемся. Для готового жилья порядка уже 600 квартир, которые готовы, построены, в том числе порядка 500 микрорайон гидронамыв в других поселениях. Обращаемся, но пока ответа нет. Очень надеемся, что в четвертом квартале деньги все-таки будут. И мы свои обязательства перед застройщиками и перед людьми по переселению из аварийного жилья выполним. В заявку о дополнительном финансировании включены уже готовые квартиры в микрорайоне гидронамыв. Власти Сургутского района заявили о необходимости на этот год дополнительно выделить из бюджета Югры больше 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Валерия Кудрявцева, Денис Зонов, Сургут-24, Белый Яр. 45 человек более чем на 300 тысяч рублей штрафовали в Сургутском районе с начала года за несоблюдение правил пожарной безопасности. В их числе как физические, так и юридические и должностные лица. В целом специалисты управления ГОЧС в 2022-м наблюдают снижение количества возгораний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стало на 20% меньше. Всего за последние 9 месяцев в муниципалитете произошло 133 пожара, в которых погибли 2 человека. Самая частая причина, говорят спасатели, неосторожное обращение с огнем, на втором месте неправильная эксплуатация электрооборудования, замыкают стройку нарушения при использовании печей. Чтобы обезопасить жителей, представители профильных ведомств проводят профилактические рейды. Рейдовые мероприятия проводились у нас все лето, практически в постоянном режиме, можно сказать нон-стоп. Даже совмещая с водными, мы были дни, недели, когда мы проводили каждый день практически. Это был июль особенно. Все вы знаете, что у нас особый противопожарный режим был введен на территории Кантематийского автономного округа. И была введена чрезвычайная ситуация в лесах регионального значения в связи с большим количеством лесных пожаров. Локдауна не ожидается. Несмотря на рост заболеваемости ковидом, специалисты службы здравоохранения Сургутского района не прогнозируют введение жестких ограничительных мер. Причина более мягкое – течение болезни у подавляющего большинства инфицированных. Сегодня количество осложнений в виде пневмонии при заражении коронавирусом в муниципалитете в среднем равняется 1%. Несмотря на это, медики рекомендуют не пренебрегать средствами защиты, находясь в общественных местах. Сургутским районом было издано постановление главы Сургутского района, где мы рекомендовали всем жителям и руководителям органов местного самоуправления проводить термометрию тела своих сотрудников как перед началом трудовой деятельности, трудового дня, так и в течение трудового дня. Также специалисты советуют записывать сценарий о вакцинации. Сегодня в Сургутском районе есть необходимое количество двухкомпонентной прививки во всех медицинских учреждениях. Всего иммунизацию в муниципалитете с начала пандемии прошли более 62 тысяч человек. Также сотрудники профильных ведомств в ближайшее время ждут поставку назальной вакцины от коронавируса. Прививаться нужно, прививаться обязательно, несмотря на то, что сейчас, и это радует, безусловно, что все-таки мы видим тяжесть течения протекающего ковида сейчас снижается, снижается количество летальных исходов значительно, госпитализация снижается в связи с тяжелыми формами осложнениями. Но, тем не менее, заболевание остается грозным, поэтому прививаться необходимо. По Сургуту сегодня утром прокатилась волна ложных сообщений о заминированиях. В четверг по почте поступило сообщение о том, что в зданиях всех судов, расположенных в крупнейшем городе Югры, якобы заложены взрывные устройства. Людей из помещений на улицах профсоюзов, Гагарина и Юности эвакуировали, кабинеты проверили, информация не подтвердилась. Всего на улицу вышли более 100 человек. Суды становятся целью для лжеминеров уже не в первый раз. Массово эвакуировали посетителей и сотрудников также в июле и июне. Слова поддержки в адрес тех, кто выполняет свой долг в ходе специальной военной операции, высказали сургутяне на митинг-концерте. Около 200 жителей с плакатами, георгиевскими лентами и флагами России собрались у Центра патриотического наследия на улице Просвещения, Сейп-дробь-1. В числе участников взрослые дети, общественники, неравнодушные жители, члены молодежных организаций. На сегодняшний день наши участники, члены организации есть и в составе гуманитарного корпуса, есть и в составе контрактников вооруженных сил. В вооруженных силах, поэтому информация в виде фотографий, репортажей, она уйдет. То есть о том, что мы знаем, помним. Также мы отправляем гуманитарные грузы, помощь оказываем, поддержкой, морально поддерживаем ребятам. Поэтому, чтобы знали, что мы есть и что это все действительно поддерживается. В числе участников митинг-концерты и те, кто был на территории Донбасса в составе гуманитарной миссии. Председатель молодежной палаты при думе Сургута Никита Никешин летом помогал жителям освобожденных территорий. Гуманитарный добровольческий корпус Югры продолжает прием заявок на участие в миссиях. Группа волонтеров нашего региона ежедневно помогает нуждающимся и делают все возможное для улучшения жизни людей. За время поездок на Донбасс понял, что помощь нужна вся, от каждого. Каждый может внести свой вклад, начиная от добровольцев, которые формируют гуманитарную помощь, до поездки прямо на территории, где оказывается помощь та, которая необходима. Это доставка гуманитарных грузов, поиски людей, заготовка дров для тех, кто не может самостоятельно этого выполнить. В Сургуте подходит к завершению открытый городской чемпионат по футболу. В этом году он собрал 29 команд. Лига дворового футбола в этом сезоне вышла на межмуниципальный уровень. Участие приняли спортивные коллективы не только из нашего города, но и района Нефтьюганска и Нижневартовска. Сформировали три дивизиона. Победители каждого из них встретятся в финале. Такой формат выбрали, чтобы все участники играли с более-менее равным по силе соперникам. Мы разделили на две группы. Мы провели жеребьевку и команды разошлись. В группах по уровню они отыграют регулярный чемпионат, а в плей-офф по уровню распределятся по местам. И тем самым мы дали поиграть всем. И в плей-офф распределились те, кто примерно своего уровня соперников встретились. В одном из трех дивизионов победила команда «Штурм». Мотивация у спортсменов серьезная. Абсолютный чемпион получит право выступить на первенстве Урала в Перми. Победителей еще в двух категориях предстоит определить. После финалисты встретятся в главном матче сезона, где станет известно, чья команда удостоится чести представлять Хантамансийский автономный округ на более крупных соревнованиях. Команда, занявшая первое место из 29, она имеет возможность на базе своей команды сформировать сборную округа и поехать на этап Уральского федерального округа. Будут представлять округ, и, соответственно, если победят на этапе в Перми, то уже поедут на финал России. То есть финал России пройдет в Сочи. То есть финал России среди любителей, как раз по этому виду футбола. Это была последняя информация выпуска. Корреспонденты телеканала «Сургут-24» продолжают следить за развитием событий. Самая актуальная информация в удобное для вас время доступна в официальных аккаунтах в Телеграм, ВКонтакте и на нашем сайте www.indefisnews.ru. Впереди еще прогноз погоды после коммерческого блока. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Представляем вашему вниманию жилой комплекс «Белые ночи». «Белые ночи» расположились на Меликарамово, одной из уютных улиц Сургута. Развитая инфраструктура района, парк геологов, кафедральный собор преображения Господня способны сделать проживание в вашей новой квартире самым комфортным. А еще в жилом комплексе «Белые ночи» отличное дворовое пространство со спортивными и детскими площадками. Подробности по телефону в Сургуте 765-708. Мировые звезды в Югре. 12 сентября в 19 часов на сцене Сургутской филармонии. Заслуженный артист России, обладатель премии Грэмми Ильдар Абдразаков, а также известные оперные исполнители и молодые таланты. Музыкальное сопровождение, симфонический оркестр под управлением Константина Чудовского, главного дирижера театра «Урал-опера-балет» и Государственного Кремлевского оркестра. Билеты онлайн на сайте югроклассик.ру. 12+. 7 важных плюсов Телеплюс. Высокоскоростной интернет. Цифровое HD-телевидение. Умные интернет-домофоны и смарт-четчики. Охранное видеонаблюдение и система «Безопасный двор». Элементы умного дома. Телеплюс. Для любимых абонентов. Включено все. Домашние и дикие, дружелюбные и опасные, популярные и экзотические. Такие разнообразные животные. Встречайте их в познавательной программе для детей и взрослых «Усы, лапы и хвост». Смотрите каждое воскресенье в 11.00 на телеканале «Сургут-24». Субтитры предоставил DimaTorzok